В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Моя семья, мое богатство. В Махачкале официально открыли год семьи. Подробнее в начале выпуска. Махачкала. Больше рейсов, больше путешествий. Новые авиамаршруты свяжут Махачкалу с еще девятью российскими городами. Самобытность Дагестана в полотнах. Уникальная выставка всемирно известного дагестанского художника Габибулы Габибулаева прошла в Махачкале. На ней побывали и наши корреспонденты. Символ нежности и скромности. Как отмечали в Республике Всемирный день хиджаба, смотрите в сюжете моих коллег. В Дагестане при исполнении госзаказов по строительству фельдшерско-акушерских пунктов похищено более трех миллионов рублей. Контракты были заключены Министерством здравоохранения Республики. Подрядчики присвоили бюджетные средства за счет завышения объемов выполненных работ. Данный факт выявила региональная прокуратура. По материалам проверки надзорного ведомства возбуждены три уголовных дела по статье «Мошенничество». В Махачкале официально открыли год семьи. Торжественное мероприятие объединило в стенах Русского театра представителей республиканских властей, многодетных родителей, родственников, участников СВО. В фойе учреждения культуры гостей встречали игрой на музыкальных инструментах, а также выставками народных художественных промыслов Дагестана и детских рисунков. Ярким дополнением к празднику стала концертная программа с участием танцевальных коллективов и вручением государственных наград. Глава Республики Сергей Меликов поощрил династины и многодетные семьи и супружеские пары с более чем полувековым стажем совместной жизни. В Махачкале начат ремонт улиц Урахинской, Белиджинской и Атланаульской, сообщает пресс-служба городской мэрии. Указанные локации включены в национальную программу «Безопасные качественные дороги» на 2024 год. Общая протяженность проезжей части трех улиц составляет более одного километра. Все работы здесь идут согласно графику и без задержек. По улице Урахинская проводится укладка портовых камней и подготовки дорожного основания. Ориентировочный срок окончания работы около трех месяцев. На улицах Белиджинская и Атланаульская также проводятся работы по подготовке дорожного основания. Зачищаем, убираем, подготавливаем. Новые авиарейсы свяжут Махачкалу с девятью российскими городами. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта «Уйтаж». Так жители нашей республики с апреля этого года смогут вылетать в Томск, Сыктывкар, Омск, Нижневартовск, Киров и Нижнекамск, Асмая, Варенбург, Новокузнецк и Саранск. В начале была линия. Выставка под таким названием открылась в Центре этнической культуры республики. Это не первый персональный проект художника Габибулы Габибулаева. Все работы автора, собранные на выставке, не просто сборник, а путеводитель в мир творческого воображения и искусства. О том, какие работы были представлены, расскажет Тамара Самедова, ей слово. Мольба ко Всевышнему или Дуа. Этими словами можно описать картину Габибулы Габибулаева, которая представлена на выставке в Махачкале. Интересно, что идея создания холста возникла перед выставкой. Для художника изображение внутреннего мира и связи человека со Всевышним через мольбу является нечто тайным и сокровенным. И у каждого просьба может выражаться по-своему. Можно сказать, что его вчера еще не было. Я буквально вчера его начал, сегодня порисовать. То есть это самая последняя, вот на этой выставке, это самая последняя работа по времени. Идея, это Дуа. Давно у меня была идея таких сделать, как бы, ну, людей. Разные образы, там, старый, молодой, там, то есть разные. И тогда вот, когда Дуа читают, разные люди по-разному и руки держат, по-разному, наверное, и молятся. Может, разные просьбы там, и, как бы, то есть, ну, я сам, у меня, в общем-то, как бы, такая исламская тематика, молитва, внутренняя, вообще, вот, скажем, внутренний диалог и поиск Бога. Вот это все, в общем, важные вопросы. Я их тоже затрагиваю в своих работах. На выставке были представлены более 30 картин. Среди них и самые первые работы автора, и то, что создавалось Габи Булой за время пребывания в Китае. По словам директора Центра этнической культуры, деятельность художника можно описать двумя словами – высокое искусство. Сегодня Габи Булла представил нам такую кухню художника, да, это графика, это наброски, это такого высокого уровня графика, которой можно просто подойти и залить. На самом деле, все, что делает Габи Булла Габи Буллаев – это высокопрофессиональные вещи. Остались под впечатлением и посетители выставки, для которых работы художников всегда имеют свою изюминку. Ну, работа Габи Буллы и Габи Буллаева всегда отличает какие-то интересные черты. Вроде бы, казалось бы, несколько простых линий, но вот всегда они по результату дают что-то, ну, если не уникальное, то очень интересное. Здесь на выставке, конечно, очень много портретов, я так понимаю, это такая портретная серия, скорее всего. Ну, на мой взгляд, очень хорошо передано взаимодействие людей между собой, не только даже поколений, а вообще, в принципе, людей между собой. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Символ женственности и скромности. 1 февраля во всем мире женщины отмечают День хиджаба. Праздник этот любят не только мусульманки, его поддерживают представители разных вероисповеданий. Ведь главная та поддержка, которую прекрасная половина человечества получает друг от друга. Отдел просвещения при ему в театре и образовательный центр «Хидояд» организовали театральную постановку с главным действующим лицом во всех актах – женщиной. Наш корреспондент Айша Тухаева побывала на спектакле «Ей слово». Исповедальность театрального действия с режиссированного работниками Аварского театра вызывала и слезы, и улыбки. Но апогеем вечера стало выступление советника муфти республики Айны Гамзатовой. И когда, вы знаете, вот два-три месяца мы все вместе наблюдаем за теми событиями, которые происходят в мире, и это такой вот информационный есть такой метод, что ли, как его назвать правильно, когда где-то происходит что-то глобальное, значит, где есть самые активные, самые такие мусульмане и неспокойные в Дагестане, как их отвлечь. Вы видели, как их отвлекали, такой дискредитацией муфтията. Это огромные силы брошены были на то, чтобы в Палестине бомбили мусульман, а в Дагестане информационно бомбили муфтият. И в это время один из так вот называемых богословов, мужчина, мне говорит, сколько можно бояться Кремля, сколько мы будем молчать, почему мы должны говорить в угоду им, почему мы такие трусливые, наш муфтият. Меня удивил этот вопрос, я его спросила, я говорю, слушай, ты меня упрекаешь в трусости. Когда ты боялся слова сказать, я писала книги о радикализме, мне выносили приговоры. Ты молчал, тебя не было вообще в поле видимости. Сегодня, когда никого не убивают, ты мне говоришь, сколько можно бояться. Да, я боюсь. Я боюсь, что твою жену и твоих детей изнасилуют. Я боюсь, что на твой дом упадут бомбы. Что эта Палестина к тебе домой придет, я боюсь. Ты думаешь, я за свою жизнь боюсь. Я не рассчитывала прожить 52 года. Мир в регионе – та цель и сверхзадача, которую с успехом выполняет Айна Гамзатова. Женщина должна быть образованной, приносящей пользу и своей семье, и всему обществу. Ее не одурманить призывами к разрушению, благодаря тому теплу и созиданию, которое она создает в своей семье, крепче и стабильнее становится. Все общество. Вы знаете, я сегодня сидела в зале, и во мне столько было эмоций, ведь на экране, на сцене проходило столько действий. Мы побывали во время Кавказской войны, мы побывали в разных странах, но везде мы чувствовали одно – важность, значимость женщины в сегодняшнем обществе. И как говорила сегодня Айна Гамзатова, которая относится с великим уважением к женщинам, это то, что сегодня имеет большое значение в обществе. И от ее любви, от ее воспитания, отношения к своей семье, к мужу, зависит наше будущее. Спектакль впечатлил зрительниц с необычностью постановки. Он включал в себя разные эпизоды истории, в которой проявились героизм женщин-мусульманок, их преданность платку, непоколебимость идеям свободы и любви к родине, привязанность и верность мужу, пусть даже ценой собственной жизни. Там все свое, там распорядок свой, и свой закон, и правила, и право. Свои капризы у порога брось, и уважай привычки их былые. Коль там хромые, обопрись на трось, и надевай очки, коль там слепые. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанские вольники отмечены правительственными наградами. На прошедшем в Красноярске престижно международном турнире Кубок Ивана Ярыгина команда борцов выступила триумфально. Председатель правительства Республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов поздравил спортсменов, тренеров и персонал сборной и пожелал им дальнейших успехов. Вы должны дорого ценить свою фамилию, свою родословную. Это очень значимое. То, что вы сейчас писали свое имя в историю, и что это значит, вы узнаете, когда вам будет за 50. А пока вы не узнаете. Поэтому я вас прошу, чтобы вы сделали такой героический поступок в отношении своей фамилии, своей родословной. Вы дальше его должны только приумножать. Только приумножать вы его должны. Поэтому, конечно, нам приятно с Сергеем Алимычем, когда наша команда привезла 6 золотых медалей, 3 серебряных, 8 бронзовых. Это очень приятно. Я думаю, если вы, руководство, и наши болельщики довольны сегодняшним результатами этих ребят, мы, значит, набрали на пути и будем продолжать дальше также работать по благо нашей республики. Почетными грамотами правительства Дагестана награждены победители соревнований и главный тренер Гаджи Рашидов. А еще 13 человек, спортсмены и медики, поощрены благодарственными письмами. Напомним, что сборная Дагестана показала Красноярске один из лучших результатов в истории, завоевав 16 медалей, 6 из которых золотые. Ребята, конечно, это пахарь. Дружная команда, пахарь. Иногда приходится их останавливать на ковре. Хватит, хватит, хватит. Говорим, они всегда рвутся в бой. Работает очень так. Не похвалить не могу я. Мы все взяли, возможно, чтобы и так же на Европу завоевать. Далки и медали. Хороший результат нам приедем. Спасибо еще раз вам. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова